Всем привет, мои хорошие! Рада приветствовать вас на моем канале. Моему счастью нет предела. Сегодня мы с мамой утром были на рынке, и я увидела клубнику впервые. Точнее, в магазинах, супермаркетах она продается, но она реально вообще невкусная. А то, что продается на рынке, и фрукты, и овощи, и зелень, это настолько вкусно. Каждый год, если вы помните, уже, наверное, на протяжении трех лет, может даже больше, я для вас снимаю мукпанг с клубникой, одной из первых. Здесь у нас взбитые сливки. Взяла их много, они сладкие. Будем сейчас макать и кушать. Кто тоже кушает, вам тоже приятного аппетита. Если беременяшки меня смотрят, я очень-очень извиняюсь. Макаем вот так. Вот клубника зимой продается, но она какая-то резиновая. Это парниковая клубника. Это тоже, наверное, парниковая, но она очень сладкая, очень вкусная. И тут такой аромат стоит. Она просто настолько быстро накрасилась. Это нельзя назвать макияжем, это просто раз-раз-раз. Вкуснотища. Должно, я помню, я сняла мукпанг. И съела несколько килограмм клубники. И мне сказали, что... Точнее, моя родственница мне сказала, что ты больная, у тебя может быть аллергия. Нельзя в таком количестве кушать. Но я готова целыми днями кушать клубнику. Я вообще фрукты настолько сильно люблю. Причем я с детства очень люблю клубнику. У нас раньше был частный дом. И там родители решили просто одну сотку чисто посадить клубнику, чтобы мы все вдоволь наелись. И вот первый год действительно был урожайный. И мы так обрадовались. Думаем, все. Теперь у нас есть клубника. И оказывается, ее нужно как-то подстригать. То есть вот эти усики, которые растут, их надо обязательно подрезать. А мы это все дело не делали. Поэтому на следующий год клубники стало чуть-чуть поменьше. А потом и вообще. Клубнику просто как грибы нужно было искать. Это у нас еще с братом война была за клубнику. Она не успевала поспевать. Мы уже ее кушали. И вот у нас у дяди был тоже частный дом. И как-то один раз мы с папой поехали к ним. И я у них в огороде увидела такую аккуратную клубнику. И на каждой веточке огромная красная клубника. Я просто была в шоке, как у них хватило терпения дождаться, пока она станет красной и до сих пор ее не съесть. Естественно, я зашла туда в кусты. Все это дело съела. Потом сделала вид, что я ничего не видела. Когда я рассказываю подобные истории, маме не нравится. Мама говорит, вот ты рассказываешь про свое детство, у меня такое ощущение, что вы голодные, холодные, дикие где-то были. Вам всего в жизни не хватало. Это на самом деле не так. То есть нам всего хватало. Ну, просто клубники не хватало, честно. И у меня травма детства. Клубника. У нас был частный дом, но ни нормальной яблони, ни клубники, ни малина. Хотя участок у нас, знаете, какой огромный был. Естественно, за садом тоже нужно ухаживать. И мама, на самом деле, выделяла очень много своего времени. Именно на саду она любит этим заниматься, на самом деле. Ну, что-то как-то все не супер росло. Много чего было выгодно просто купить на рынке, нежели самой выращивать. Еще плюс такой момент, что за воду мы платили, как в обычном доме. Вода стоила не так уж уж бюджетно. Так как мы жили в городе, и сказать, что вот я выращиваю все у себя в огороде, потому что так выгодно, я экономлю, это было абсолютно не так. То есть намного экономнее было бы просто пойти и купить все это на рынке, потому что ты тратишь свое время, ты покупаешь семена, и все вырастает. Иногда цветы вот купили семена, выросло совершенно другое. А еще я заказала один раз семена с Алиэкспресс. Я вот не знаю, кто-то еще заказывал, напишите, пожалуйста, в комментариях. Там просто такие картинки были, что вот, то есть картинки семян на Алиэкспресс, это, конечно, нечто. Причем, понятное дело, что все люди покупают эти семена, а потом они же должны посадить, посмотреть, а потом написать свой отзыв. А пока мы посадим, это все вырастет, пройдет, не знаю, полгода, этого продавца и в помине не будет. Я там цветы на заказывала, ничего не выросло. Вот честно. Просто были деньги, выброшенные на ветер. Ну, там недорого, на самом деле. Мне кажется, сейчас уже с Алиэкспресс никто ничего не заказывает. Когда я училась в школе, Алиэкспресс был настолько популярен, почему-то было очень круто что-то себе заказать. Я не знаю, как у вас, у нас вот в классе у девочки был пенал очень красивый, и вот мы у нее спрашиваем, а где ты купила? Она такая, я заказала. Причем не мама мне заказала, а я сама заказала себе. Мы такие думали, вау, она себе заказала. То есть в нашем представлении тогда заказать себе что-то через интернет было просто нереально круто. То есть ты прям крутая чувака, если ты что-то себе заказала через интернет. Почему так было раньше? Честно, я не знаю. И было ли это только в моем окружении? Обязательно пишите в комментариях. Первое, что я заказала себе на Алиэкспресс, это, естественно, был чехол. И у нас еще такой момент. На почте брали дополнительную оплату за услуги почты, и невыгодно было покупать один чехол. Тебе приходилось покупать несколько, потому что каждую посылку около доллара нужно было отдать. Поэтому заказывала сразу несколько чехлов, заказывала бижутерию. И была настолько рада, когда это все пришло. Как мало для счастья нужно было. Вы знаете, прошли годы, но до сих пор я очень люблю что-то заказывать онлайн. Я люблю, когда у меня большой выбор одежды, не знаю, выбор бижутерии, не знаю, всего. И кто там пишет? Вот это травма детства, тебе чуть не хватало. Мне кажется, в этот период все жили плюс-минус одинаково, и не было такого, что я прям кому-то завидовала, у кого-то что-то было, у меня не было, это у меня отложилось в голове, и сейчас я покупаю. Нет, все было намного проще. Я росла в полной семье. У меня был старший брат, есть точнее, с которым у нас замечательные отношения, между прочим. Некоторые пишут, вы общаетесь или нет. И вот в последнее время я ничего не рассказываю, все начинают думать, вот вы перестали общаться и так далее. Нет, просто истории закончились, я не хочу повторяться. А есть некоторые истории, я не помню, я их рассказывала вам или нет. Но детство у нас было очень прикольное, интересное. Наверное, если бы я была бы единственным ребенком в семье, мое бы детство не было бы настолько наполненным, интересным, красочным. У меня брат всегда что-то мутил, всегда попадал в какие-то дурацкие ситуации, откуда не мог найти выход. Не знаю, весело было, честно. Ну, если спросить меня, вернулась ли бы ты в детство, я бы сказала нет. Я рада, что эти года закончились. Вот некоторые говорят, не спешите взрослеть, вы будете скучать по тем годам, беззаботным и так далее. Вот я пережила этот период, например, детство, когда были какие-то непонятные отношения с одноклассниками. Мне, честно, не особо хотелось идти в школу, я не любила школу, у меня не особо складывались отношения с одноклассниками. Скорее всего, из-за этого мне бы не хотелось вернуться в детство и пережить это еще раз. Ну, как сказать, пережить? Естественно, ничего плохого такого со мной не происходило. Но опять же, это все закончилось, ну и ладно. То есть нету какого-то, знаете, великого сожаления. Я в инстаграме оставила опросник, но я все вопросы обязательно заскринил. На следующем мукбанке обязательно отвечу, потому что сейчас я уже смотрю 14 минут видео. По возможности, я укорачиваю мукбанки. Где я долго жую? Или я где-то что-то неинтересное рассказываю? Это было действительно очень вкусно. Клубника совершенно не резиновая. Вот помните мой букет клубника в шоколаде? Вот там клубника была не настолько вкусная, как эта. Поэтому я предпочитаю всегда фрукты покупать только на рынке. На этом все, мои хорошие. Огромное спасибо, что досмотрели это видео до конца. Не забывайте ставить лайки и подписываться. Субтитры сделал DimaTorzok